Инженер-механик На газовых промыслах Ямбурга люди этой профессии трудятся инженерами по ремонту. Если такие основные выделить обязанности, так скажем, инженер-механик вообще составляет графики, годовые графики ремонтных работ оборудования, составляет годовые графики по поставке материально-технических ресурсов, запчастей. Ну и особая ответственность лежит на руководстве коллективом. Это слесаря по ремонту и электрогазосварщики. Путь большинства инженеров по ремонту в «Газпром-добыче Ямбург» начинается с позиции слесаря по ремонту технологических установок. Продвигаясь по карьерной лестнице, Редик Ахтямов успел поработать на пяти ямбургских промыслах и в отделе главного механика ГПУ. Это правильная политика кадров наших, да, чтобы человек с низов начал, понюхал, так скажем, пороха. И потом, в дальнейшем, им будет, конечно, намного проще, во-первых, составить задачи перед коллективом, ну и знать вообще производство. Знать все невозможно. Хотя бы потому, что все постоянно меняется. На Волонжинском промысле Ямбурга сейчас идет масштабная реконструкция. И вот второй очереди ДКС. Инженеры по ремонту ГП-1В активно участвуют не только в обеспечении надежной и безаварийной работы действующего оборудования, но и в пусконаладочных работах. Оказаться в гуще событий для Дмитрия Кистанова и дополнительные испытания, и хорошая школа. В прошлом году он победил в программе последовательный рост и в ожидании вакансии только пробует себя в качестве инженера. Мне нравится работа с коллективом, мне нравится работа с, так сказать, движущимся оборудованием. То, что это не где-то на полке стоит, на складе, это действительно находится в работе. Конечно, должна быть ответственность. Чувство ответственности и за себя, и за товарища, и за оборудование. Чувство ответственности обязывает быть внимательным. Деятельность на перспективу требует дальновидности. Работа в коллективе предполагает коммуникабельность. Знания, которыми должен обладать инженер-механик, тоже не ограничиваются лишь узкопрофессиональной спецификой. Знания инженера по ремонту, они должны включать в себя не только знания механического оборудования, но и совместных профессий. То есть мы следим в целом за работой оборудования. То есть мы смотрим за параметрами, за защищенностью оборудования, за обеспечение охраны труда, чтобы работники, которые обслуживают это оборудование, не подвергались каким-либо воздействиям и вредным факторам. Направление деятельности инженеров по ремонту курирует отдел главного механика газопромыслового управления. Это и центр управления, и центр аккумулирования информации со всех промыслов Ямбургского месторождения. Основная задача нашего отдела и службы отдела главного механика – это выполнение графики ППР, проведение диагностического и абсолютно технологического оборудования, экспертиза промышленными запасами технических устройств. Ну и основная роль – это ведение технически грамотной, безаварийной эксплуатации технологического оборудования. Неотъемлемая часть деятельности – рационализаторство и изобретательство. Среди инженеров-механиков предприятия немало кулибинных. Являясь двигателями прогресса, эти специалисты и сами, как правило, не стоят на месте. Расширяют свой кругозор, совершенствуют навыки. Главное желание своего инженера, чтобы стать грамотным инженером, ну и, конечно, руководителем в будущем. Я думаю, это цель каждого инженера-технического работника нашего филиала. Инженер-механик – профессия перспективная. Карьерная лестница может довести этого специалиста даже до должности главного инженера предприятия.